Радио Молтком Действительно, только что называется открыть ящик Пандоры Ну что, действительно, начинается программа «Климат-контроль» и в нашей студии виртуально Константин Ранкс, морской геолог, ученый, журналист, пишущий о науке Доброе утро, Константин, здравствуйте Доброе утро И мы хотели сегодня поговорить о тех опросах, которые проводятся организации объединенных наций, чтобы выяснить, насколько людей заботит экология, угроза окружающей среде Ну и точнее, вот о том, как проводятся эти опросы и что они показывают, насколько действительно эти цифры, которые демонстрируют уровень озабоченности людей, они соответствуют реальному положению вещей Ну и здесь дьявол, насколько я понимаю, кроется в деталях, как проводятся такого рода опросы Ну, буквально несколько дней тому назад, о чем мы начинаем говорить, это было сообщение о очень большом опросе, о результатах очень большого опроса, который был произведен под эгидой организации объединенных наций Опрашивали тысячи человек, опрашивали людей на тему, насколько они беспокоятся по поводу изменений климата Что они хотят, что их больше всего беспокоит, что они больше поддерживают Вообще пересказывать результаты этого опроса, дело неблагодарное, его можно найти в интернете И это огромное толстенное, если распечатать, вводит книжица такая Очень много там интересного, но общая идея следующая Почти 60% опрошенных в среднем по планете беспокоятся по поводу изменения климатических изменений, изменения загрязнения окружающей среды А это много или мало, 60%? Ну, считайте, как бы больше половины Но тут важен, как говорится, вот этот дьявол, который кроется в деталях Дело все в том, что опрос проводился через интернет И проводился он таким довольно специфическим способом Там были, рассылались вопросы, типа как игрушка такая своеобразная, а-ля игрушка была И нужно было отвечать, высказывать свое мнение Это было сделано специально, чтобы привлечь и молодежь, что вот так она не очень любит на скучные вопросы отвечать Но факт фактом, эти люди, это все люди, которые пользовались интернетом И надо сказать, что те, кто производил опросы, следователи, они и замечают, что Ну да, мнение тех, кто интернетом не пользуется Или тех людей, которые не захотели тратить время на опрос Мы, собственно говоря, не знаем То есть мнение о том, что больше половины населения планеты так настроено Нельзя сказать Правильнее говорить, что 60% опрошенных через интернет Я хочу сказать, что практически все медиа по всему миру Вот это про интернет, про это условия опроса, про пограничные позиции выкинуло Ну, хлопот напади, там объясняй, там доверительные интервалы Коэффициент вариаций и прочие термины из области математической статистики Это скучно А вот сказать, что 60% населения в среднем обеспокоено изменением климата Это вещь ясная, доходчивая Все люди могут это себе представить То есть, насколько я понимаю, была опция И можно было отказаться от принимать участие в этом опросе Конечно, в любом вопросе вы можете отказаться от участия И в этом случае возникает очень интересный вопрос Ведь если человека не волнует глобальное изменение климата Он, скорее всего, и не примет участие в опросе, который предлагается ему на тему изменения климата Тут есть еще один нюанс У человека просто, может быть, не быть времени Он не сидит постоянно в интернете Надо заметить, что далеко не все пользуются интернетом Именно для того, чтобы сидеть в соцсетях Очень многие люди, особенно с более старшего возраста Используют интернет крайне утилитарно Например, для того, чтобы проверять почту Прочитать газеты какие-то Ну, вот посмотреть новости Тоже радио послушать Но они не сидят в сетях И поэтому они как бы проскальзывают мимо этого Я уж не говорю про тех людей А таких людей на Земле тоже миллиарды Которые вообще не пользуются интернетом до сих пор Их мнение мы не знаем Но что интересно С другой стороны, если все-таки понять это ограничение И сосредоточиться на развитых странах А развитые страны там все-таки с интернетом получше То мы видим такую интересную вещь Что есть страны И это страны самые богатые Такие, как, например, и Италия, и Дания Вообще европейские страны, северные страны Где вот этот коэффициент интересующихся Он за 70% зашкаливает Там под 75% А есть страны, которые мало интересуются Даже вроде нельзя сказать, что они нищие Это могут быть страны Ближнего Востока, часть стран Там меньший процент Например, в той же самой России Которая в плане интернета Очень развитая страна сейчас Мы как-то так пренебрежительно смотрим Но люди, которые бывают в Москве В крупных городах Они знают, насколько стала интернетизирована Россия В настоящий момент Тогда примерно 50% 50% за, 50% против Но, в принципе, все равно можно сказать так Что половина, либо больше половины Либо три четверти Вот в развитых странах Где активно люди пользуются интернетом Тема беспокойства О изменениях климата Она это существует Она актуальна И ее люди воспринимают Но ведь еще, наверное, как был составлен сам вопрос Потому что Если, ну, вас беспокоит Ну, если вопрос сформулирован таким образом Что вот кушать не могу Вот прямо вот беспокоит Ночами не сплю Я скажу, что нет Наверное, до такого у меня еще не доходит Но, конечно, ну, сама формулировка вопроса Может сыграть свою роль Я хочу сказать Что там было много, довольно, вопросов И, например, исследовалось Что людей волнует Вот, например, очень многих людей Волнует именно состояние лесов Других волнует загрязнение мирового океана То есть надо сказать Что это не означало Что вот просто вот волнует меня Кушать не могу, да Нет, там как бы надо было бы Было разъяснить Что, как говорится Что тебя вообще беспокоит Но это очень интересный момент Поскольку надо отметить Что это люди же высказывают свое отношение Что это их волнует А с другой стороны возникает вопрос Как много людей в реалии Начнут менять свой образ жизни Сколько людей готовы, например, взять И выйти официально с регистрации Я уверен, что у нас, допустим, Рижская дума не откажет в регистрации Например, массового шествия В защиту окружающей среды Или по случаю сокращения выброса Вопрос Сколько людей на эту манифестацию придет Или другой вопрос Готовы ли вы отказаться От пластиковых пакетов Там в магазинах И заворачивать все, не знаю Как по старинке, в газету Или в бумагу Или, например, отказаться Пересесть со своего автомобиля На общественный транспорт Для того, чтобы помочь природе и экологии Вот когда дело доходит до того Что когда человек должен чем-то пожертвовать То мне кажется, что здесь сразу энтузиазм Немножко идет на убыль Вот это совершенно верно Потому что уже на этой неделе По-моему, была новость На Микс Ньюс О том, что начинается Опять начинает стареть автопарк Парк Латвии То есть в 2020 году Люди стали меньше покупать Новые дорогие машины И стали покупать машины Бэушные Потому что неизвестно Как дальше жизнь повернется Мне пришлось быть свидетелем того Как один человек Вроде бы еще два года назад Я бы сказал, что весьма устойчивый Стал говорить Вот я не знаю, что мне покупать Из долгоиграющих товаров Потому что я не знаю А что со мной будет через год Типа у меня сердце Мне 60 плюс Там диабет Еще что-то Вот мы с ним на эту тему-то и говорили Он говорит, а что покупать? Он говорит, сидишь как на вулкане А тут это еще шло У него была надежда на быструю вакцинацию А теперь мы видим, что и вакцинация у нас Извините меня Идет ни шатка, ни валка И когда мы вакцинируем 70% населения Это уже стало тоже, знаете Напоминать какую-то мифическую историю Да, у нас есть сразу звонок Здравствуйте, доброе утро Доброе утро Спасибо, я давно хочу позвонить Константину Можно я быстренько про пакеты А дальше вот как актуальная тема Про машины Значит, про пакеты Я так думаю, мое мнение Вот смотрите, что не мы Не простые люди Виноваты в этом Разрастать пакеты Или там пластиковые стаканчики Выкинутые там в лесу где-то А это все вина больших-больших корпораций Посмотрите, сколько они используют пластики В принципе, политику пластика Скорее всего, надо поменять им Ну, я просто как пример Они пластика будут выпускать Ну, гораздо больше, чем там Десять Латвий Да, просто одна корпорация И которые, ну, как бы дальше будут распространять Там, это им надо что-то придумать Там, шампунь выпускать не в пластике Например Это, ну, как бы так Такое мнение И, ну, дальше вот Сама природа Сама по себе Она вылечится Это живой пример Вот Чернобыль Тридцать там, сколько лет прошло И посмотрите уже, как Чернобыль После такого большого взрыва Ну, восстанавливать А вот по поводу машин У нас на этой неделе было там Два эксперта Один с Вольксвагена Другой наш министр Фамилия Напомните, Олег Фамилия министр наш был На радио Про зеленую энергию Мы говорили Да Ремира Я понял Ремира Да, вот Когда приходят, Олег, такие гости Ну, как бы дайте какую-то альтернативу Они сейчас льют Вот, ну, просто такую Большая некомпетентность В этих машинах Вот взять пример Но надо послушать Умных людей Реально Ну, вот, инженеров Это глава Вольво И глава Тойоты Не, не глава даже А инженеры, которые там Они говорят, что Источники добывания Того же самого там Лития Коблия Магния Что Вот это вот Вредит экологии Никто не считает Пока мы делаем Электромобиль Вот В этом Когда мы начнем Это посчитаем То Скорее всего Машина Даже вот как у меня Три с половиной Двигатель Бензиновый Будет Меньше Приносить Вреда У меня бензин Просгаз Я как бы езжу В основном на газе Меньше вреда Чем когда будет Добыча Сделать Не знаю Ну Тесла Это вообще Я уже говорил Не самый Эмоционный Автомобиль Просто как бы Распиаренный Да вот сейчас Я скажу Что Тесла Модел 3 Уже не первая машина Взрывается Значит она Как бы очень Очень опасная Правда Можно и так Преподнести Три машины И инфоповод Будет очень большой Вот как бы Вопрос мой Ну почему нету Альтернативной Ну как бы Люди Которые будут Говорить Что это не так Очень как бы Хорошо куда мы Движемся С той же самой Электромобилем Спасибо Да Не ну нужно Понимать Что Любая Любой электромобиль Как и любой Автомобиль С газобаллонным Топливом Или с бензиновым Это машина Которая Заряженная Сконцентрированной Энергией И батарейка Она Вот батарея Это просто Сжатая Сконцентрированная Электроэнергия То есть Электричество Производит Химическую реакцию В аккумуляторах То есть Там И потом Мы пользуемся Обратной реакцией Да Вот И вот это Нужно понимать Что Если там Что-то происходит То эта энергия Стремится Вырваться Наружу То есть Электромобиль Да Нельзя Допускать Чтобы разрушалась Батарея Потому что Тогда действительно Может произойти Вспышка И он сгорит Как свечка Это факт Любой Электромобиль И я хочу сказать Что ведь Известно масса Случаев Когда загорались Смартфоны И загорались Не только Вот посмотрите Ведь везде написано Черным по белому Не пытайтесь Скрыть батарею Не допускайте Того Чтобы что-нибудь Там тыркало Металлическое Через этот смартфон Нельзя Он вспыхнет Особенно если Он заряжен И чем более Емкая батарея Тем больше Шансов Что эта энергия Выделится Выделится Стремительно И со неприятными Последствиями Поэтому не нужно Думать о том Что один вид Энергии Концентрация энергии Лучше чем другой То есть Абсолютно лучше Нет Везде есть свои Плюсы и минусы Вопрос другого Очень правильно Слушатель сказал Что Ведь И задумываются Кстати О том что Если все Переводить На электричество То это же Какие будут Объемы Добычи Полезных Ископаемых Одной Меги Сколько нужно Потому что Извините Я напомню Физику И химию Вот Существует Ряд Металлов Самый лучший Проводник Это серебро Дальше Идет медь Потом Если я не ошибаюсь На очереди Там играет Золото Алюминий Ну и пошли Поехали Так вот Получается Серебро Уж больно Накладно Использовать В качестве Проводника Где не попадя Поэтому Используется Медь Любой электромотор Любые шины Медь 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 Ее добывать Надо много Но ведь Это все Процессы Добычи Они же тоже Требуют Вложенной Энергии Это разрушается Природная среда Где добывают Медь Нельзя Чистая Чистая Обман Что нибудь Он Закрыл Вопрос О строительстве Трансконтинентального От Канады До Мексиканского Залива Трубопровода Кистол Экстралардж И третье Это Мораторий На выделение Участков На добычу Нефти В Арктике Это первое Там еще Сгаз Вопрос Он там Поприжал И тут еще Отдельная тема Будет Вот этот Сланцевый Добычу Сланцевой Нефти Сланцевого Газа Но вот Первые Три важных И тут же Успел Объявить Что во-первых Соединенные Штаты Должны Ну в общем-то По сути дела Стать лидером В экологическом Движении То есть Надо же Бежать Европа Уже Ушла Вперед Даже Россия Ратифицировала Приняла Условия Парижского Договора А как бы США Из-за Трампа Застряли Вот сейчас Нужно догонять И не просто Догонять А уйти Вперед И одно Из решений О том Чтобы заменить Весь автопарк Федерального Правительства На электромобили Ишь как Тысячи машин Вот сразу Вот представьте себе Эти огромные чемоданы Которые там По-моему Не 3-5 литров Ёлкости Двигатель Потому что там же Многие машины Бронированные Вот их надо Заменить на Электрические Автомобили Ну наверное Есть и простые В которых Секретари Ездят Или курьеры Но все Надо заменить Звучит это Потрясающе Любой человек Может сейчас Набрать В гугле Байден Решение Электромобили Да Вот И прочитать Там про это Очень интересная Тема Не буду останавливаться Но факт тот Что это Огромная Замена Условия Электромобили Только Американского Производства Хитро Кто-то обогатится На этом Хорошо Защита Своего Производителя Вопрос В другом Во-первых Бу Есть ли Такие Электромобили Которые В полной Мере Соответствуют Потребностям Американской Администрации Вообще Американских Учреждений Институций Все-таки Америка Страна Не маленькая Одно Дело По городу Ездить А другое Даже в пределах Такого Штата Как Техас Большая Большая Америка Нужно Понимать А второй Важный Момент О том Что А насколько Еще Вся Инфраструктура Готова К тому Чтобы Так Стремительно По команде Переоснащаться Но дело Все в том Что Байдену Деваться Собственно Говоря Некуда Ведь это Именно он Был одним Из Так скажем Моторов Вот этого Зеленого Движения При Обаме Восемь лет И именно Обама В свое время Остановил Тоже И Строительство Трубопровода Кейстоун И Бурение В Арктике И в том числе И работы На шельфе И Собственно Говоря Это все Вот И да И Трамп Вышел Из Парижского Договора В который Обама Входил Вот сейчас Возникает Такое ощущение Что Америка Будет Очень быстро Наверстывать Все свое Основание Все 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 Свои Отставания В этой И Как раз Ее Поклонники Так можно Сказать Ну Союзники Мы в том числе Латвия Страны Балтии Восточная Европа Это Как говорится Все Дружно Будем обращать Внимание И стараться Следовать Политике Соединенных Штатов Но это Традиционно Это Неплохо Нехорошо Так оно Есть Будем говорить У нас Буквально Маленькая Пауза На рекламу После чего Мы обязательно Вернемся В студию Продолжим Я еще раз Напомню Константин Рангс Морской геолог Ученый Журналист И программа Климат-контроль На одной волне С городом Радио Молком Да Мы продолжаем Программу Климат-контроль Константин Рангс В студии И вот Константин Просто еще Там был один момент Вопрос от слушателя Где он предлагал Говорил Что виноваты Не простые Пользователи Потребители Там пластика А большие Корпорации Которые Производят И дескать Не пора ли Перевести Производство Того же шампуня В стеклянные Бутылочки Чтобы не было Ну затем Загрязнения планет Вот насколько Возможно Было бы Массово Перейти От Пластиковой Вообще Тары К стеклянной Ведь когда-то В Советском Союзе Я помню Там Бутылки молока Кефира Все Сплошь было Только стекло Никаких там Пластиковых пакетиков Да Но Все понятно Но дело Все в том Что ведь Эти Производители Они же не просто Так стали Производить Фасовать Все в пластиковые Стаканчики И те же Йогурты И колбасу Там все Везде пластиковая Упаковка Потому что Это удобно Это нравится Потребителю Представляете себе Вот я знаю Что Читал Что Одна Сеть Может даже уже Не одна Латвийская Она значит Поставит Специальные Стенды Где можно Приходить Со своей Посудой И наливать Качать Из больших Бодьев Из больших Таких Ёмкостей Тот же Самый Шампунь Или что Подобное Да Вот с одной Стороны Я уверен Найдутся Некоторые Определенные Такие Экогики Которые Будут Этим Пользоваться У них уже Такие люди Уже и сейчас Есть Но Основная Масса Просто Поймет Что это Страшно Неудобно Это Возначает Что вы Собираясь В магазин Должны с собой Взять Целый мешок Тары Представляете Вот с этой Тарой вы начинаете Разливать Масло Закручивать Взвешивать Это ж нужно Взвесить Тару До Взвесить Тару После Все Наклеил Потом Пошли Молоко Налили Сметану В банку Вот Во-первых Сразу уменьшится Оборот Магазинов Потому что Это все Медленно Вот Поэтому Мне кажется Что Вся эта Идея С отказом От тары Она Именно До таких Энтузиастов Сносит Может Утилизоваться Вместе С пищевыми Продуктами Очень важно То есть Она просто Сгниет Эта упаковка Как все остальное И все Вроде бы А тут Сразу получается Что стоимость Этой упаковки Можно Расписать На продукт На продукт То есть Потратят Заплатят За все Это Потребители Ну как Всегда Поэтому Получается Что я Думаю Что скорее Всего Сейчас Химики Они И так Особенно То что называется Лесохимики Они сейчас Очень активно Работают Я смотрел Есть Появляются Новые материалы Большие Надежды На такую Наноцеллюлозу Обращены Практически Из этого Материала Можно Делать Вещи Которые Очень Похожи На то Что сделаны Из обыкновенного Пластика Но они Разлагаются Под действием Ультрафиолета В окружающей Среде И вроде Как бы Такого Большого Ущерба Не несут Но платить Придется Еще один Звонок Долго Чего дозванивается Здравствуйте Пожалуйста Здравствуйте Ну первое Я хочу сказать Что передача С участием Константина Ранца Наверное На балконе Осталась Единственная Интересная Передача И не хотелось Чтобы ее Передача В этом Поехе Но она Всегда была После Время Счетки С Время Убеда Большое Количе Радио С удовольствием Это не Смешит Спасибо Да Просто плохо Слышно Вас К сожалению Да Ушел Я хочу Сказать Что все К чему Я веду К тому Что сейчас На что Нужно обратить Внимание Вот эти Выступления За океаном Нового Президента США Означают Одну Вещь Что Нам сейчас Уже Раскачиваться Не придется Очень быстро Очень быстро Нам придется Привыкать К тому Что появятся Все новые И новые Инициативы И тут Как говорится Одними Банками Склянками Дел Не обойдется Я абсолютно Уверен Что будут Внедряться Новые Налоги На транспорт Особенно Старый Автотранспорт Это Можно ожидать И будут Конечно И Пряники В том смысле Что очевидно Какие-то будут Льготы Тем Кто Будет Приобретать Электротранспорт Либо Отказываться От личного Транспорта Вообще Вполне возможно А не будет Ли так Что Не обяжут Но во всяком Случае Сделают Так Что Наше Правительство Тоже Перейдет Полностью На Электротранспорт И Это станет Каким-то Таким Трендом По всей Европе Ну вы знаете Вот если бы Правительство В том числе И наше Взяло бы И отказалось От своих Огромных Шикарных Автомобилей В пользу Маленьких Электромобильчиков Конечно бы Остальное бы Народ Уже не имел бы Так скажем Основания Жаловаться Типа Они вон Ездят На таких Шикарных Машинах А я должен Вот на такой На такой Коробушке Знаете Лягушонка В коробчонке Вот Это Но Слушайте У нас они Не могут Решить вопрос Чтобы самостоятельно Первыми Перед телекамерами Вакцинироваться Ну Но в принципе Если вы так уверены Что все хорошо Вот Что все нормально Работает Что нам нужно Вакцинироваться Ну Вакцинируйтесь Почему Бенджамин Нетаньяху Может Он уже две вакцины Себе поставил Да Перед камерами И в других странах То есть Кстати Заметьте Западной Европы Прекраснейшим образом Первые лица Вакцинируются Может быть Они тоже боятся Что там что-то может не так пойти Ну ладно Рядом врачи Они могут спасти Там Тем более Количество Так сказать Ну Можно говорить о том Что насколько Это все хорошо Но Они Находятся в таком положении Мне в свое время Понравилось Это я прочитал Что политик должен понимать Что с ним может Много чего нехорошего Случиться Потому что Это его Профессиональный риск У политика Ну смотрите Политики Даже такая Без всяких там Покушений Политики Слишком часто летают Они постоянно ездят Поэтому вероятность Их попасть В какую-нибудь Транспортную катастрофу Больше Чем у человека Который сидит дома Нервная профессия Опять-таки Нервная профессия Постоянный стресс Падает иммунитет И никакие Спецполиклиники Не спасут Потому что Они могут что-то сделать То что можно понять Что-то сделать А когда у человека Сплошные нервы То там уже И понять-то ничего Невозможно Машина Как говорится Его собственный организм В разнос идет Но это Вот смотрите Нас же не удивляет О том что Допустим Спасатели Или пожарные Гибнут на пожаре Это печально Это очень плохо Нам жаль их Но они Работают На пожаре Там огонь Там смертельно Опасная среда И да Стараются Покупать Новые инструменты И все прочее Но шанс Погибнуть У пожарного При исполнении Служебных обязанностей Он есть Поэтому и нужно Понимать Что если это политик И он хочет Вести за собой Народ Он должен Тогда Показать Свой пример Помните Как была В свое время Такая фраза Была раньше Фраза Делай как я А теперь она Выредуцировалась Делай как я сказал Это очень такие Разные вещи И поэтому Мне кажется Что конечно Те политики Которые будут Предприявлять Личный пример Каких-то действий Они будут Скажем На коне Но пока мы видим Наоборот Прямо Противоположные Вещи Люди Страшно Раздражены Тем Что политики Которые запретили Деятельность Парикмахерских Салонов Красоты Тем не менее Выглядят С идеальными Прическами С идеальным Маникюром И такое ощущение Что запретив Для всего остального Населения Вот эти услуги Тем не менее Они находят Каким-то образом Способ Воспользоваться Этим Ну когда Спрашивают политиков Они заявляют Что им там Укладывают Волосы Их там Дети Внуки То есть там Кто-то из них Там является Там Или парикмахером Или еще кем-то Но это Ну не выглядит Я бы сказал В глазах народа Убедительным Оправданием Конечно Народ просто Не верит Смотрите Сколько у нас Говорилось Всегда О том Что европейские Политики Катаются На велосипедах На работу Ездят На велосипедах Вот хотелось бы Посмотреть Сколько у нас Наших Политиков Ездят На велосипедах Ну вот Просто Элементарно Отказываешь Здесь от машины Но Это Как-то так Не получается И В общем-то Понятно Почему не получается Погода Плохая Не напасешься Костюмов Сменных Но В принципе Можно ехать На машине Можно ехать На электрической Машине Опять же Электрические Машины Есть дорогие Есть подешевле Общественный Транспорт В конце концов Никто не отменял И Ну Опять Здесь можно Вспомнить Пример Скорее Отрицательный Вот Я сейчас Читал Книгу Млечина Посвященную Ельцину Ну сравнению Ельцина и Горбачева И Млечин Отмечает Что да Вот был момент Ведь Когда Ельцина Назначили Главой Партийной Организации Москвы Он Демонстративно Ездил на метро На общественном Транспорте Заходил В обычные Магазины Но Как только Он стал Президентом России Эта практика Очень резко Изменилась И Напротив Он стал Пользоваться Всеми Ну Там Снимая С должности В начале Своей карьеры Людей Которые Якобы Оборудовали В квартире Свои камин И он Считал Это Ну Дескать Вот это Проявление Ненужной Роскоши Показной Тем не менее Затем Таких каминов И Собственных Домов Огромных Стало Невероятное Количество И Ну Вот Я так понимаю Леонид Млечин Упрекает В популизме Ну то есть Такие вот шаги Может быть Они были популистскими Потому что Через несколько лет Они привели К прямо Противоположному Результату Ну ведь Опять же Нужно понимать Что Страна Страной Президент Президентом Разные места Возьмите такие страны Как например Британия Франция Соединенные Штаты Россия Индия Пакистан Китай Это все Страны Ядерные У президентов В руках Условно говоря Вот это условная Ядерная кнопка Понятное дело Что этих людей Охраняют Но не самого Даже человека Охраняют Охраняют Носителя И человека Который имеет Право нажимать На эту кнопку Естественно Ему выстраивается Вся жизнь Под это дело И я даже Не очень уверен Что она Самая такая Радостная Потому что Может быть Тебе хочется Пойти рыбу Половить Или что-то еще А тебе нужно Доклады слушать С утра до ночи Но По счастью Есть очень много Других стран У которых Нет таких Вот Ну проблем Особенно Если страны Находятся В мощных Союзах Типа как В Евросоюзе Но не решает Наши Власти Какие-то Судьбоносные Решения Которые касаются Всего мира И поэтому Они могут Проявить себя Именно там Как мне кажется Мое личное мнение Где Можно Стимулировать Какие-то Общественные Положительные Интенции Движения И в частности Как мы вот Говорим Движения Связанные С Экологическими Преобразованиями Поэтому Если Джо Байден Все-таки Начнет Менять Автопарк То в таком Случае Было бы Справедливо Ожидать Что автопарк Начнут Менять И у нас То есть Вот это Я думаю Будет очень Интересно Посмотреть С одной Ведь стороны Как бы Надо будет Менять автопарк Вы представляете Себе Приедет Посол Соединенных Штатов К нам На электромобильчике Я не исключаю Они могут Американцы В этом смысле Люди Такие Если уж им Что там Как понесло То Они Идут И добиваются Вот Это молодцы Вот они Приедут На электромобильчике А рядом Стоят Вот эти Чемоданы На которых Ездят Нынче Наше Наше Руководство Будет Ведь Как-то Неудобно Согласитесь Вот И дальше Возникает вопрос С одной стороны Жалко Хороших Машин А с другой Стороны Ну Вот Как-то Надо Будет Перебираться Но Факт Фактом Я уверен В этом И про что Хочу Как бы Наверное В завершение Сказать Что Мы должны Понимать Что Если при Трампе Мощные Какие-то Преобразования В плане Экологического Стиля Жизни Они были Ну Так Варианты Будут Но как-то Не очень То сейчас Этот Бастион Пал И сейчас Вот Мы знаем Что Америка Захотела Опять Стать Лидером И лидером Всемирного Зеленого Движения А когда Американцы Повторюсь Хотят Стать Лидерами А сейчас Видно Что они Хотят Стать Лидерами То ясное Дело Сейчас Начнется Гонка Потому что Европа Абсолютно Не желает Упускать Своё Первенство В этом Отношении Так что Сидим И думаем На чем Мы будем Ездить В самые Ближайшие Годы Приобретаем Велосипеды И ждём Новых Велодорожек Скорее всего Никуда Мы от этого Не уйдём Константин Рангс Учёный Морской Геолог Журналист С нами Был сегодня На прямой Связи Это программа Климат Контроль Спасибо Большое Константин И до новых Встреч До свидания До свидания Субтитры